Тезис очень утрированный для того, чтобы текст не раздувался. Тезис один. Раньше умы были охвачены размышлениями о будущем. Теперь мы пытаемся разобраться в прошлом, а до будущего, пока мысли не доходят. Я тебе страшное скажу. Раньше не было интернета, и вы не знали, чем были охвачены умы. Теперь интернет провели в каждый дом и в каждый телефон, и вы конкретно знаете. О чем же думают гебелы? Если раньше до печати газет, книг доходили только действительно какие-то достойные люди, то теперь любой дурак пишет, что мы и наблюдаем. Тезис два. Когда Маск запускает ракету или изобретает авторучку, все наши СМИ сходят с ума, зная, что это будут читать. А когда наши делают самые северные железные дороги по вечной мерзлоте или передовые, единственные в мире технологии запускают, эти новости приходится выискивать. То есть, СМИ невыгодно об этом шуметь? Ну, это частная лавочка. Частная лавочка, она склонна скорее к сенсациям. Ну, как известно, знаешь, если собака укусила человека, то ничего особенного. А вот если человек укусил собаку, то это сенсация. Вот им нужны всякие жареные, так сказать, эти яркие события, привлекающие внимание. Ну, вот они об этом и пишут. То есть, плюс для них США. Это проекция рая на земле. Там все чудесно, там все прекрасно. Новости оттуда великолепны. Илон Маск на острие технического прогресса и прочее. Россию при этом, будучи представителями нашей передовой этой самопровозглашенной интеллигенции, они, как правило, ненавидят или хотя бы не любят. Ну, а что про нее говорить-то? Поэтому как-то так получается. Нет? Как тебе сказать? Чтобы такого не было, нужна осознанная государственная политика. Нужны кадры, которые, так сказать, будут заниматься тем, чем ты говоришь. Их нет. Государство этим не занимается. В связи с тезисами вопрос. Это мы утратили мысль, что можем самостоятельно построить свое будущее? Оно пущено на самотек. Будучи пущено на самотек, оно попадает в руки дебилов, психически неустойчивых дебилов. И, соответственно, двигается совсем не туда, куда надо общество. Или это информационная политика такая. Типа даже мысли у вас быть не должно о самостоятельности. Недопустимо, чтобы какие-то вещи вызывали у нас гордость. Повторюсь, нужна государственная политика в данной области. Ее нет. То есть, там худо-бедно, все как-то это... Мало-помалу, как мне кажется, начинает приходить в движение. То есть, вот тут давайте поговорим, вот здесь давайте поговорим. Да, подвижки есть. Но вот маленькие. Но лично я такого целенаправленного, обозначенного государством направления, по которому идет движение, лично я не вижу. Поскольку государство у нас капиталистическое, оно всякими вот этими коммунистическими идеями... Давайте дружно двигаться в какую-то сторону. Оно не озабочено вообще. Ему это не интересно. Ну, поэтому происходит вот так. Извините, если вопрос глупый. Но у меня сильно пригорело, когда я совершенно случайно узнал о паре наших серьезных, наукоемких, успешных проектах, которые прошли незаметно. В тот момент, когда со всех сторон молились святому Илону. Ну, могу дать совет, комрад. Есть известный тезис про молчи и сатана восторжествует. Так вот, ты не молчи. Заведи себе страничку в соцсетях. Построй сайтик. И там пиши, про что ты считаешь нужным написать. Дружи с людьми, которым интересно про то, что ты пишешь. Делайте это вместе. Как-то распространяйте. Потому, что ничего другого не жди. Все вот эти вот попытки смотреть на капиталистическое государство, которое тебе что-то должно, оно тебе ничего не должно. Вообще. Ты мешаешь. Просто мешаешь. Поэтому спасение утопающих это дело рук самих утопающих.